Он тоже жил где? В Басре. Он сказал, сказал посланник Аллаха, «Заполняйте ряды, или делайте полными ваши ряды, или делайте совершенными ваши ряды, потому что я вижу вас из-за спины, из-за своей спины». Этот иснад говорит, иснад Хадас на Мухаммаду Нусану, Мухаммаду Башшар. Помните, иснад, который был до этого, да, Мухаммад Джафар, Шуоба, слышал от Катады, что Анас, это был предшествующий хадис. И вот этот иснад, который здесь, Шейван Нуфаррух, потом кто? Потом кто? После Шейван Нуфаррух. Абдул-Вариз бну Саид, потом кто? Абдул-Азиз бну Сухейб от Анаса. Абдул-Вариз бна Сухейб от Анаса. Два иснада эти, все его риджаль, все его передатчики, они что? Басрийцы. Шейбнус Амин, рахмалу Тааля, по поводу этого хадиса, хадиса от Анаса, что Прокори Саратусам говорил, «Атим муссуфу заполняйте, делайте полными ряды», говорит, рахмалу Тааля, что здесь это заполнение, делание ряда полным, может подразумеваться два значения. Первое значение – алитмам аль-ма'нави, то есть заполнение, заполнение аль-ма'нави, то есть имеется в виду здесь смысловое заполнение, в смысле что, в том значении, что этот ряд, он должен быть совершенным со всех сторон, должен быть правильным, должен быть хорошим, со всех сторон совершенным. А может имеется в виду алитмам аль-хесси, то есть физическое заполнение ряда. И оба смысла они что правильные, на самом деле между ними нет разногласий. То есть, когда говорится «атим муссуфу, делайте ряды полными», то может имеется в виду что? И то, и это. Вернее, слова эти включают в себя оба значения. Какие значения? Заполнение в физическом смысле, что их нужно действительно заполнить. И в каком смысле? В смысле, что этот ряд нужно сделать его совершенным, чтобы в этом ряду не было недостатков. И людей нужно приучать к этому. И если людей приучать, то они приучиваются, они привыкают. Потом, а если оставить людей без внимания, то они тогда не обращают внимания на этот вопрос. Действительно, имамы знают, что если какое-то время людям не напоминать, не учить их, то люди не обращают внимания на это. Нужно учить, нужно приучать людей. И, говорящий Муссамин, можно увидеть, как нарушается вот этот вот приказ заполнять ряды, делать их полными. Иногда в некоторых мечетях можно видеть, что первый ряд наполовину заполнен, потом который после него на треть заполнен, потом заполнен на четверть и так далее. Второй ряд меньше, то меньше, потом меньше. Получается, как треугольник, как пирамида, говорит он. Это все почему? Это упущение имамов на самом деле. Они не могут вот эту функцию свою, эту миссию свою выполнить и взять на себя. Не хватает у них ответственности и решимости сказать вот так вот, чтобы люди выравнивались. Сказать кому-то, выйди вперед, кому-то сказать, что отодвинься, исправьте ряд, заполните ряд. Это упущение имамов. Но если будут людей приучать, то они привыкнут. И Шабусамин говорит, есть ли грех на имаме? Есть ли грех на имаме? Если он не выравнивает ряды? И говорит, да, есть. Почему? Потому что он раин. Он здесь ответственный. Он ответственный. Он пастырь. Он отвечает за свою пасту. Отвечает за своих подопечных. Он попечитель. Субтитры создавал DimaTorzok